Отлично, и сегодня у нас 12 января, уже почти половина месяца прошло, 2022 года, окей, запись я выложу потом в чатах, и вы сможете ее в любой момент пересмотреть, и я советую смотреть неоднократно. Почему? Потому что будет очень много полезной и нужной информации по слайдам и по тому, как я буду вам объяснять, которая вам поможет сделать очень глубинную работу над собой. Первый ролик, который я вам поставила, он говорил о важности именно того, как вы проводите время и с кем вы проводите время, на кого вы тратите свое время и свои энергии. Это очень важно понимать, потому что, к сожалению, большую часть жизни мы общаемся совсем не с теми людьми, которые нам помогают в нашем росте. И сегодня я вам наглядно покажу, почему это происходит. Я вам сделаю сегодня выдержку из моего тренинга «Выгрузка памяти». Это тренинг на повышение эффективности. Это авторский тренинг, да, я его обычно продавала за хорошие деньги. Для команды я его даю бесплатно, потому что мне очень хочется, чтобы те люди, которые в моей команде развиваются, они начали понимать, почему у них идет что-то медленно или вообще не идет, почему у них страхи, что нужно сделать для того, чтобы это поменялось. Первое, что сразу говорю в самом начале, знания сами по себе вам, кроме как знаний, ничего не дадут. То есть знания не дают результат, а знания дают информацию. Информация является инструментом, и для того, чтобы у вас что-то происходило в жизни, вам нужно эти знания обязательно применять на практике. Это первое. То есть без действий на базе знаний результата не будет. Не будет действий, знания останутся знаниями, просто информацией, которая пылится в вашем мозгу. Это первое. Второе. Любые знания, которые вы принимаете на любой школе, любом тренинге, семинаре, где бы вы их не принимали, любые знания нужно привести в действие подтверждением, что вы намерены их применять именно с целью на результат, не позднее 72 часов с момента их принятия. А я не буду сейчас как бы сильно много объяснять, почему это так. Это так работает наш мозг. Вот просто поверьте на слово. Вам любой психолог, любой человек, который работает вообще как бы с подсознанием, с сознанием он вам скажет 72 часа. Через 72 часа дверки вашего сознания закрываются, дверки памяти тоже закрываются, и вы уже не доберетесь туда, куда вы хотели, а мозг воспринимает это как сигнал не трогать, не менять, а наоборот закрепить то, что у вас там сидит. И на автомате вы будете повторять, даже не замечая того, все те же самые действия и все те же самые схемы, которые вам не помогали, а наоборот разрушали вашу жизнь. Поэтому тренинг, который сегодня, это особенно важен, потому что он касается вашей памяти. И все, что у нас происходит в жизни, все от слова «все» происходит именно на базе накопленной памяти. Это родовая память, это коллективная память, это глобальная память человечества. Все происходит на базе этой памяти. Наше подсознание и схемы нашего подсознания, они выстраиваются на базе этой накопленной памяти. Наши клетки формируются и программируются на базе этой памяти. Вся наша жизнь идет на базе этой памяти. Поэтому память для нас это первичная основа нашей жизни. Но это не память, про которую мы можем сказать, ну вот я там не помню, что я ела вчера, да, или я не помню, или я там помню, допустим, да, какого цвета у меня туфли там под мое платье. Я не об этом говорю, это поверхностная память. Память, она очень многослойна, и у нее есть определенные, как бы, временные отрезки, да, когда срабатывает тот или другой отсек памяти. Я говорю о глобальной памяти, это как программа нашей жизни, да, матрица нашей жизни. Она вся построена на памяти. Вообще наше мироздание, оно построено на системе памяти. И поэтому сегодня мы как раз пойдем по этим параметрам, которые касаются именно бизнеса, именно того, как нам общаться с людьми. Потому что когда мы сможем правильно создать свое окружение, да, понимая, что оно тоже зависит именно от того, что мы набрали в файлах памяти, то когда мы будем окружены правильными людьми, и мы будем обращать внимание именно на правильных, для нас правильных людей, да, то жизнь наша может очень кардинально поменяться, и результаты в нашей жизни будут совершенно другими, окей? Но мы здесь сегодня именно собрались как команда бизнеса определенного, да, мы не будем распыляться на все сферы жизни, и мы разберем сегодня именно то, что касается нашего бизнеса, компании Сапфир. И как в любом бизнесе, в любом абсолютно, что бы вы ни начинали, да, это бизнес, это работа, это, не знаю, Сапфир, все, что угодно, вы начинаете какое-то начинание, вам первое, что вам нужно сделать, это самый первый, самый важный шаг. В первую очередь, сейчас вы можете даже пометить себе, да, чтобы потом не пересматривать видео, а в тетрадках вы можете пометить самый первый, самый важный шаг, когда вы заходите в бизнес. И сегодня, что вам нужно сделать, вам нужно записать вопрос, для чего я пришла или пришел в компанию Сапфир? Именно этот вопрос по отношению к себе, да, то есть для чего я пришла или я пришел в компанию Сапфир? Почему именно в компанию Сапфир? То есть вот этот вопрос, он должен вытащить из вас что-то такое, такое важное, да, что вы не смогли бы сделать ни с какой другой компанией, ни никаким другим образом. То есть цель вашего прихода в компанию Сапфир какая? То есть зачем мне это надо? Следующий вопрос. Зачем мне это надо? Вот то, что я себе ответила. Вот для чего я пришла в компанию Сапфир, да, вы себе ответили. И задайте следом себе вопрос, а зачем мне это надо? Ответили, прописали обязательно, да, чтобы не забыли. И на то, что вы ответили, еще раз задайтесь себе вопрос. А зачем мне это надо? Почему именно это? И так нужно повторить 5-6 вопросов, пока вы не докопаетесь до сути. И если вы не понимаете, что вы где-то в промежутке потерялись, и как бы смысл потерялся, и нет, значит, это неправильная цель. То есть, значит, вот для чего я пришла в компанию Сапфир, вы себе не ответили. Цель совсем другая была, ищите ее. Потому что каждый из нас в обязательном порядке, если вы хотите дойти до какого-то результата, вы должны себе это прояснить. Если вашему мозгу, вашему подсознанию и сознанию непонятна цель, для чего? Станислав, я вас сейчас удалю из кабинета без обид, да, потому что вы, во-первых, нарушаете правила. У нас идет тренинг сегодня, а не презентация. Я не дала согласия на то, чтобы отвечать на вопросы. И вопрос, который вы задаете, он совершенно неуместен в данный момент. Объясняю почему. Потому что сегодня тренинг по эффективности работы в команде, а не сессия ответы и вопросы. И вы просто нагло, не обращая внимания на все 193 человека, которые находятся в кабинете, вы тянете одеяло на себя. Вы почему-то решили, что вы здесь самый важный человек в данный момент, и я должна бросить то, что я делаю для всех остальных, и отвечать на ваши вопросы. Окей? Поэтому это нарушение, и я прошу на данный момент не задавать вопросы. Окей? Я не хочу отключать эту функцию, потому что я иногда буду спрашивать обратную связь, и мне важно, чтобы вы отвечали. Но я прошу не писать вопросов, и тем более не писать вопросов не по теме. Уважайте, пожалуйста, спикера. А самое главное, уважайте партнеров, которые здесь находятся. Они нашли время для того, чтобы прийти и послушать тренинг. Вот это проявление полного неуважения к окружающему миру называется. Задайте себе вопрос. Откуда оно у вас? Почему для вас сейчас так важно перетянуть внимание на себя? У вас не хватает внимания в жизни? Чего вам не хватает? Поэтому еще одно проявление здесь, и я вас просто забаню и удалю с вебинара, со школы. Ребята, давайте уважать друг друга. Окей? Я тоже, у меня есть тоже чем заняться в жизни, и если я делюсь с вами сегодня какой-то информацией, которая мне дает результаты, и дает результаты тем людям, которые обучались у меня, да, то, пожалуйста, отнеситесь уважительно. Если вам что-то не подходит или не нравится, есть кнопочка в правом углу сверху, выход, вышли и занимайтесь своими делами. А вопросы, вопросы буду задавать я, вы будете отвечать, когда в конце я открою сессию ответы-вопросы, вы можете задать вопросы по программе обучения, ни на какие другие вопросы я отвечать не буду. Договорились, окей? Всем понятно, поставьте плюсы. Замечательно, отлично, спасибо за понимание. Итак, самый первый важный шаг, когда мы заходим в бизнес, это задать себе вопрос, для чего я пришла в этот бизнес. И потому как мы здесь все с компанией Софир, для чего я пришла в компанию Софир? Именно в отношении себя. Опять же, возвращаясь к тому, что как работает наш мозг, как работает наше подсознание. Если нашему мозгу понятно, куда идти, то есть конечная цель, зачем мне это надо, то есть для чего я сюда пришла и зачем мне это надо, какая моя конечная цель, то тогда мозг автоматически подключает дополнительные ресурсы, энергию, он создает комбинации, он помогает вам замечать все сигналы вокруг, которые для вас могут быть полезны и важны, и создает вам те контакты с нужными людьми, которые могут быть полезны в выполнении вашей цели. Это происходит автоматически. Но если мозгу непонятно, он не будет тратить энергию. Зачем? Жизненная энергия – это очень дорогой ресурс, и поэтому он не будет помогать. Наоборот, чем более ему непонятно, тем больше он будет вас отвлекать, подсовывая разные другие вещи, какие-то звонки, людей совершенно не тех, то есть он будет показывать, что мне непонятно, что тебе надо-то, для чего ты это делаешь. Поэтому в первую очередь проясните себе это. А затем второй вопрос. В отношении людей, мы же работаем по сетевому маркетингу, мы же приглашаем людей, мы же как бы подключаем их в систему, поэтому задайте себе второй вопрос. В отношении людей, что это значит для меня? Зачем мне это надо? Зачем я создаю команду? Ну, потому что я так понимаю, что сегодня здесь на обучение пришли именно те люди, которые хотят создавать команды. Большие команды, кто-то более, может быть, в меньшем объеме, кто-то в очень большом объеме, но мы в сетевом маркетинге создаем команды, поэтому задайте себе вопрос. В отношении людей. Я приглашаю людей в компанию Сапфир. Что это значит для меня? Зачем мне это надо? Ответили, да, и затем опять на свой ответ задайте еще раз вопрос. А зачем мне это надо? И так опять 5-6 раз, пока вы не докопаетесь до истины, или пока вы не поймете, что цель не та, что вы что-то неправильно себе наметили. Значит, ее нужно поменять. Попробуйте поменять и опять задать те же самые вопросы. Пока вы не почувствуете внутри... Вот знаете, такое есть выражение очень точное в русском языке. Вот прямо зашло, вот прямо щелкнуло внутри, и пошло расширение. Внутри тепло, расширение. Вот оно, я его нашла. Вот это моя главная причина. Вот тогда это сигнал, что ваша система человек, она включилась. И с этого момента она будет работать на вас. Она не будет больше спать. Она понимает, что для вас нужно подтянуть дополнительные ресурсы, чтобы вы дошли вот до этой цели. Цели не могут быть корыстными. Целью не может быть просто имение денег. Потому что, ну, само по себе имение денег, если вы их как-то не употребляете, оно вам ничего не поменяет. Ну, представьте, что вот вам принесли мешок с деньгами, но при этом вы не можете их трогать. То есть вы не можете их тратить. У вас что-то поменяется в жизни? Абсолютно ничего не поменяется. Ну, будет стоять этот мешок в углу, занимать какое-то пространство, но у вас в жизни ничего не поменяется. Абсолютно. Это просто будет мешок с бумагой. Но как только вы эту бумагу начнете менять на что-то, на сервис, на услуги, на вещи, еще на что-то, тогда ваша жизнь начинает меняться. Поэтому деньги, они приобретают ценность только в действии. Да, так вот, целью нужно всегда, причиной какой-то, да, нужно ставить всегда именно вот то, что деньги должны принести. Тогда вашему мозгу понятна цепочка, что там должны быть и деньги тоже, как инструмент. То есть мозг начинает для вас создавать разные инструменты. Потому что деньги – это не единственный инструмент. Связи являются инструментом, чувства являются инструментом, ваше состояние является инструментом, очень мощным, еще мощнее, чем деньги. Может быть, даже события какие-то могут быть инструментами. То есть, допустим, поездка куда-то, да, может быть инструментом. Поэтому старайтесь себе найти причины именно те, которые будут настолько важны, что вы поймете, что без именно компании «Софир», с ее вот этим сумасшедшим маркетингом, с ее условиями, да, с ее технологиями, и без большой команды вы не добьетесь тех целей, которые вы себе поставили. То есть, по-другому никак. Вот тогда ваша система включится, и она начнет вам создавать благоприятные условия для того, чтобы у вас все происходило. Поэтому очень-очень важно понимать, да, что вот эти вопросы, на них обязательно нужно найти ответы. Мы на следующей сессии, в субботу, разберем несколько примеров, как кто отвечал, да, я попрошу, чтобы мне в чате или в личку там скинули люди свои ответы, и мы разберем их для того, чтобы вам было более понятно, да, где вы запинаетесь, где идет немножко неправильный сигнал. Именно поэтому мозг точно вас ведет в ту сторону, потому что наш мозг, он стопроцентно выполняет то, что мы просим. Мы просто просить не умеем, мы не умеем цели ставить, нас никто этому не учит, и поэтому, когда мы что-то назначаем себе, и оно к нам приходит, мы понимаем, что это совсем не то, что мы хотели на самом-то деле, но мы объясняем неправильно. А если мы объяснили так, как мы объяснили, у нашего подсознания и у того, скажем, той части нас, которая исполняет стопроцентно все то, что мы задаем, у нее есть только одна функция по отношению к нам. Четко вот принять ту информацию, которую мы даем, и выполнить стопроцентно. И поэтому, допустим, я вам прямо для примера сейчас скажу, когда мы говорим, я хочу заработать, там, не знаю, я пришла в компанию Сапир для того, чтобы заработать много денег, мозг говорит, окей, хозяин, я понял, идем, смотрим в нашем словаре памяти, что такое много денег. Мозг работает на функциях семи предыдущих поколениях, то есть накопление вот этих вот понятийных картинок, да, семи предыдущих поколений. Это огромное количество людей, это люди, которые жили до вас, они пережили войну, блокаду, разорение, лишение, болезни, эпидемии, набеги и очень-очень много всего, да. Это не только бабушки, дедушки, это тети, дяди, троюродные, десятиюродные, то есть это огромное количество людей. Их память, то есть они жили, да, они во что-то верили, они что-то очень часто дублировали, повторяли в своей жизни. У них это вошло прямо как правило жизни. Так вот, из всего этого ваш мозг идет и выбирает самые простые и самые часто встречающиеся варианты. Много денег. И вот представьте себе, века, то есть сто лет назад, двести лет назад, триста лет назад, да, вот поколение. Ценность денег была совсем другая. И то, что для нас сегодня много денег, для них вообще эти цифры были недоступны. Для них много денег, может, было, не знаю, там, три серебряные монеты в год. Мозг идет, смотрит и говорит, окей, много денег, это примерно вот столько-то. Смотрит у вас и говорит, у-у-у, да у вас вообще гораздо больше, ничего делать не надо. Уже все есть, уже все дал. Все, он не будет напрягаться, он не будет выдумывать что-то, потому что он видит, что задача выполнена. Окей? Или он просто идет и смотрит, а что значит много? То есть есть понятие один и есть понятие много. Это может быть два, три, четыре. То есть это больше, чем один. То есть много – это больше, чем один. И он говорит, окей, посмотрим, сколько у него в кармане там или в кошельке денег, или там, не знаю, на карточке в банке. У-у-у, так уже много. Все, ничего делать не надо. Но мы-то этого не знаем. Мы этого не понимаем. Мы не помним этого, да, как это все расшифровывается. И поэтому мы говорим определенные фразы, совершенно не понимая того, что мы говорим. Или, допустим, есть такое выражение, я всегда смеюсь и умиляюсь, очень многие его повторяют. Поставьте мне, пожалуйста, сейчас единички. Те люди, которые, когда пишут себе намерения или думают о намерениях, ставят в намерении такую фразу – хочу финансовой свободы или хочу добиться финансовой свободы. Поставьте мне единички. Кто это делает? Давайте посмотрим. Потом я вам расшифрую, что это значит. Давайте. Если интерактива не будет, не буду рассказывать. Ну, а видал, видал? Ребята, даже сплакать начнут. Блин! Я думала, меньше будет. Все хотят финансовой свободы. Я вас сейчас очень сильно расстрою, наверное, да? Потому что чем больше и чем сильнее вы желаете финансовой свободы, тем сильнее вы требуете, чтобы у вас кошельки и банковские счета были пустые. Финансовая свобода. Давайте разберем. Русский язык – он великий язык, он весь как кодовый язык. Давайте разберем, что же такое финансовая свобода. Это свобода от финансов. Если вы употребляете фразы, ребята, старайтесь, пожалуйста, увидеть смысл фраз. В русском языке смысл всегда читается. И чем больше вы будете нацелены на то, чтобы завоевать финансовую свободу, тем больше вы требуете, чтобы освободиться от финансов. Да, вот и приехали. Понятно? И вот я понимаю, что сейчас у многих прям как будто бы уша на голову вылили, правда, да? Но это на самом деле так. И ведь многие тренера, даже очень важные, очень знаменитые это повторяют. Идем к финансовой свободе. Нам нужно завоевать финансовую свободу. Мы еще завоевываем ее. Мы еще требуем, чтобы нам прям вот жестко так нас прижали. А чем больше мы этого хотим, сильнее хотим, тем больше у нас опустошаются карманы, и у нас обваливается бизнес, у нас что-то происходит. И чем больше эти лозунги дают в массе, тем быстрее беднеют эти массы, да? И вы посмотрите, сколько этих лозунгов сегодня у нас напихано. Это не просто так. Это специально сделанные такие вирусные, скажем, выражения и слова, которые употребляются для того, чтобы держать под контролем население. Наш язык очень сильно заразили, да любой язык, в принципе, во всех странах, сильно заразили вот этими вирусными всякими триггерами, новыми словами, выражениями, которые подаются вроде как правильные, но смысл в них совершенно другой. И самое главное, что ключ на подсознании срабатывает в обратную сторону. Поэтому уходите от общих фраз. Самое быстрое воплощение любого вашего намерения, оно идет по трем фазам. Я вам позже потом объясню, как это происходит, да? Как сделать так, чтобы ваши намерения быстро реализовывались? Это будет в конце как бы нашего обучения. Но вы должны понять, что самое быстрое исполнение вашего желания или намерения, да, оно будет только в том случае, если вы прямо сядете и конкретно распишите, что вам нужно. Вот знаете, можно прямо в буквальном смысле, да? Вот мне нужна кружка, да, чтобы у нее была удобная ручка, чтобы ручка располагалась в верхней части корпуса, допустим, кружки, да, чтобы внутри она была белая, снаружи она должна быть, я знаю, если какой-то определенный узор, то такой или просто красивая, разрисованная, да, чтобы она долго держала тепло, окей, и чтобы она была, допустим, вот просто вот такой формы или конусной формы или еще какая-то, да, там любое. Вот мне нужна такая кружка, все, это мое намерение. Когда? Вот в субботу, чтобы у меня появилась новая кружка вот такая. Я вам, к примеру, говорю, я не буду задавать себе задачу, как она у меня появится, откуда она у меня появится, что мне нужно заработать на нее, да, или чтобы мне ее подарили, или мне не важно. Если у меня это идет от сердца, если это идет импульс, я просто захотела, да, иногда бывает, знаете, когда проходите возле витрины магазина, посмотрели и так прямо, ой, как хочется, да, и когда вы прямо соединились полем с этим объектом и позволили себе, что и сказали, вот такое, вот мне вот туда, домой, вот чтобы оно вот у меня стояло на столе, я вот с него буду пить каждый день чай. Я вам гарантирую, оно появится. Если вы не включите следом мозги, и ваш ум не начнет рассказывать вам, что ну да, сейчас какая кружка она стоит, неизвестно сколько, за нее надо платить, то есть вы сразу ставите себе причины, по которым вам не надо ее давать. А у вселенной вашей огромное количество разных вариантов, как сделать так, чтобы она к вам пришла? Огромное количество, поверьте, не парьтесь о том, как она к вам придет. Просто делайте намерение, и тогда вашей вселенной и вашему подсознанию будет гораздо легче сделать так, чтобы оно у вас появилось. Появление и проявление в вашей жизни определенных вещей, оно не всегда зависит от того, вы это купили или кто-то, или на ваши деньги, или вы на это заработали, или нет. Это мы ставим вселенной условия, что вот у нее 33 варианта, как нам что-то дать, а я говорю, нет, я так не приму, я приму только тогда, когда я заработаю. И еще один маленький такой вам сразу, такая запятая. Тоже поставьте мне сейчас двоечки. Те люди, которые в намерениях прописывают, в желаниях, или в намерениях, или в целях прописывают закрытие долгов, отдачу долгов, оплату кредитов, или еще что-то. Дать, я тоже знаю, что таких много. Только те, кто прописывает или думает в своих целях, да, проговаривает там в своих целях, когда разговор идет о целях или о намерениях. Сергей Коротков, если вы написали, то вы не соврали себе, у вас есть это на подсознание, сейчас ваше сознание себя оправдывает. Не бойтесь этого, оно есть практически, ну, у 90% людей. Окей, теперь смотрите, если мы ставим в целях, да, или в намерениях, скажем, отдачу долгов или покрытие кредитов, то есть мы открываем схему на отдачу. Это знаете, как вот взять сосуд, да, у него есть верхняя крышка, и нижняя крышка. И нам, для того, чтобы у нас все было в порядке, чтобы нам напиться, нам нужно наполнить этот сосуд, а значит нижнюю крышку нам нужно закрыть. Ну, это понятно, да? И сконцентрироваться только на прием, то есть чтобы у нас на прием что-то шло. Потому что если у нас будет полный сосуд наполненный, у нас будет с чего пить, тогда, если мне нужно немножко отлить от него, да, я могу приоткрыть нижнюю крышку и немножко отлить. А если у меня нижняя крышка открыта, и для меня это является главным и приоритетным, да, одним из приоритетов в моей жизни, то сколько бы я ни лила в верхнюю, вода останется в сосуде или нет, как вы думаете? Нет, конечно. Это же, это понятно, это логически. Так вот, это то, что мы делаем с нашими намерениями. Мы говорим, дайте нам, чтобы отдать. А вселенная смотрит и говорит, а зачем мне усложнять? Я работаю по простой схеме. Кому отдать? Банку отдать? Или, не знаю, там, Васе отдать кому-то там должна? Я ему дам, я ему сразу добавлю, мне так будет проще. Зачем мне давать через тебя? И до тех пор, пока мы будем концентрироваться на то, чтобы отдать, нам будет очень сложно. Мы будем проходить через всякие тернии, через всякие сложности, через всякие усложнения, пока мы не остановимся. Давать нужно себе, ребята. Нужно давать до той степени, когда перенаправление, не отдача долгов, а перенаправление денежного потока будет естественно и простой, без ущемления на себя. Вот тогда вселенная дает в избытке и без всяких проблем. Абсолютно. Поэтому учитесь правильно, правильно направлять и составлять ваши мысли, намерения и цели. Окей? И это мы вот в этих трех циклах, в этих трех лекциях будем учиться. Это очень важно. И самое главное, вот очень часто, когда мы отвечаем на второй вопрос в отношении людей, да, опять же, напишите мне, кто вот, допустим, на второй вопрос в отношении людей, зачем мне это надо, да, зачем я приглашаю людей в бизнес. Обязательно где-то прописывает, да, что помогать людям приобретать там чего-то, ту же самую финансовую свободу, что мы очень хорошо делаем себе и им. То есть помощь людям, да, что-то такое. Спасти людей, научить людей. Кто прописывает? Кто прописывает? Сейчас я вам еще один холодный тушь сделаю, и мы пойдем дальше. Окей. Нет, я задала конкретно, кто прописывает именно такие фразы, как помочь людям, спасти людей, обучить людей, помочь им там подняться или заработать, или стать счастливыми. Окей. Вот, дать возможность заработать и жить безбедно, и так далее, и тому подобное. В мыслях, не обязательно, что вы это все прописываете, если в мыслях есть, оно есть. Значит, я объясняю еще одну схему, очень важную, которую нужно понимать. перестаньте лечить и спасать людей. Помощь нуждающим, стать счастливыми. Представляете, капец вообще. Смотрите. Объясняю, как работает мозг, и как работает вообще проявление нашей реальности. Да, это моя основная тема вообще по жизни. У нас есть у всех, у каждого, у любого человека, родившегося в этом мире, есть, скажем, исполнитель, да, на тонком плане, который четко, стопроцентно исполняет, у него нет других обязанностей, то, что мы заказываем. Окей? И, если я прошу, то есть, мое намерение, неважно, через сапфир или еще как-то, собрать людей, которым я хочу помочь, приобрести, допустим, ну, точно так же там богатство или зарабатывать, или там еще стать успешными, да, то это впрямую означает, что я говорю, так, слушай, ты там наверху, мне нужны люди, которые безуспешны и с которыми я могу потренироваться, чтобы они стали успешные. Мне нужны люди бедные, у которых денег нет, потому что я хочу потренироваться в том, чтобы, ну, попробовать сделать так, чтобы у них появились деньги. Мне нужны люди, которых я могу спасать, а значит, это люди, которые сами ничего не могут, они не способны сами ничего для себя сделать толкового, потому что если они сами могут что-то сделать, если это люди сами уже деньги зарабатывают, и они богатые, если это сами люди, которые уже могут обучаться сами или что-то, то я не смогу выполнить моего желания. Я надеюсь, уловили смысл, да? То есть мы сами, 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 даем приказ, чтобы к нам притягивались только та категория людей, которая ничего не может, ничего не имеет, ни на что не способна, ничего не понимает. И ждем от них каких-то результатов. То есть это как бы такая очень своеобразная иллюзия, да, притянуть к себе немощного и понадеяться, что он вдруг станет богатырем. Прямо сразу вот пришел к вам и сразу как бац, понимаете? Поэтому перестаньте, перестаньте для бизнеса вот использовать вот эти ментальные схемы, потому что они вам очень сильно вредят, ребята. Бизнес, вот пойдем сейчас дальше по слайдам, чтобы вы понимали, да. Если вы хотите строить бизнес, то вы должны понимать, что роль самоотверженного спасителя, она здесь совершенно неуместна. Перестаньте спасать, лечить, тянуть, воспитывать, учить. Не надо этого делать. Люди, если сами готовы, если им не хватает каких-то знаний, они сами проявятся и скажут, не хватает, задавайте вопросы. Если не хватает и у вас есть, вы можете поделиться. Но когда у вас у самих еще чего-то нет, а вы уже собираетесь чего-то еще кому-то давать, того, чего у вас у самих нет, неважно, денег, знаний или еще чего-то, то это как бы, ну, совсем неуместно. И вы притягиваете к себе постоянно именно такую категорию людей, которые соответствуют вашему запросу. Они не просто так приходят. Многие жалуются, вот у меня люди пришли, но ничего не делают. Задайте себе вопрос сейчас честно. Вот вы сейчас один на один с самим собой, да, вас никто не видит. Задайте себе вопрос и ответьте на него часто, честно. А с каким намерением вы вот этих людей, как бы они притянули-то к себе? Намерения какие были? Намерения были именно такие, чтобы именно такие люди пришли. Вот они к вам и пришли. Поменяйте отношения к людям и к себе и к вашим намерениям. У вас будут приходить так же легко другие люди. Я вас уверяю. Почему? Потому что нужно понимать, а что такое бизнес? Что такое мой бизнес? Вот мы пришли в бизнес. Что такое мой бизнес? Если вы до конца это не понимаете, вы так и будете лечить, тащить, спасать. Окей? Слова мой бизнес означают в переводе, в прямом переводе с английского языка это что-то такое, за что я беру на себя стопроцентную ответственность. Это не обязательно коммерческое что-то, как в русском языке мы его привыкли понимать. То есть бизнес – это обязательно какая-то работа. Нет. Бизнес, само слово бизнес, мозг наш знает, что это слово означает, а оно означает, что это что-то, за что я на себя беру полностью стопроцентную ответственность. В английском языке человек, допустим, не знаю, вы проходите, там двое скандалят, и третий проходит мимо и говорит, это что? И вы можете сказать, это не мой бизнес, it's not my business, то есть это не мое вообще дело, это меня не касается. Да? Или наоборот, вы можете подойти к этим людям, которые там какие-то разборки между собой, и сказать, допустим, спросить одного из них, ты что на него задираешься? Он тебе скажет, иди своим огородом, it's my business, это мой бизнес, это меня касается на 100%, но это тебя не касается, отвали отсюда. Поэтому мой бизнес, это именно то, за что я беру на себя стопроцентную ответственность. Вот когда вы поймете смысл этого слова, и тогда вы должны подумать, а вы, вот в вашем бизнесе, когда вы начинаете бизнес, мы сейчас говорим о Сапфире, вы на сколько процентов взяли на себя ответственность, на сколько процентов вы исполняете все то, что требует от вас этот вот Сапфир, скажем, эта компания, этот маркетинг, эта организация, на сколько процентов? Ну, честно только. Ну, я могу сказать честно, открыто, что я на данный момент работаю где-то на 50% моей мощности. Да, мне стыдно при этом. Я с этого месяца решила, что я буду, и уже делаю определенные действия, включилась для того, чтобы работать на 100%, так, как нужно делать в бизнесе, потому что я с поездки немножко расслабилась, как бы, и пошла так по течению. Каждый из вас на сколько процентов выполняет те обязательства, которые требуются вот при работе в Сапфире. Поэтому вот из этого как раз-таки начинается результат. И не надо бояться себе это показать. 10%, 8%, 20%, 50%. Если вы четко себе это покажете и увидите, тогда вам проще будет посмотреть, а какие шаги я могу сделать для того, чтобы повысить этот процент. А потом вы посмотрите, так, я повысила процент, а что происходит? Ага, пошли первые результаты, замечательно. Значит, я могу еще повысить процент вовлеченности, да, ответственности за то, что я делаю. И вы тогда только сможете уже себе показать, а что еще можно сделать, а как еще я могу себя проявить для того, чтобы еще больше, то есть, проявить свою ответственность и вовлеченность в то, что я себе дала. И тогда идут результаты, ребята, и тогда приходят нужные люди, нужные ситуации, нужное, все, все, что нужно, и деньги могут прийти дополнительные, если, допустим, вот вам на обучение поехать. Но это при том, что вы начинаете осознавать стопроцентную ответственность за то, что вы берете. Итак, для того, чтобы понять вообще, как сделать так, чтобы к вам приходили правильные люди, потому что большая проблема у нас сегодня в чем. Вот у кого проблемы с приглашениями, да, с таким, с постоянным потоком партнеров. У кого есть такие? Поставьте опять единички. у кого сегодня есть, у кого меньше, у кого больше, но у кого есть вот это еще как бы такая проблема, да, по точности людей, чтобы потоком шли люди, это первое, и второе, у кого вот еще поставьте двоечки, у кого люди, даже те, которые приходят, они не те, блин, которые нужны для бизнеса. Ну вот не те. Вроде и есть как бы люди вокруг, но это совсем не те люди, которые нужны для бизнеса. И даже если из них кто-то заходит, он все равно ничего не делает. Они просто сидят и сидят. Все дунчики такие, ждунчики. Ну, видите, сколько. И знаете, почему? Я сейчас объясню очень интересную такую вещь. Буквально еще до рождения, когда нас зачали, и мы там в животике у мамы, да, у нас начинается как раз-таки активация файлов памяти, да, мы набираем файлы из родовой памяти, из памяти рода. И среди всей этой глобальной памяти у нас есть отдел памяти оценки людей. То есть всех людей, какими они могут быть, то есть мы их как-то оцениваем. Ну и представьте себе, что вот у нас там где-то на подсознании есть такая большая-большая комната, да, в ней такая большая-большая библиотека, очень-очень много там вот этих вот ячеечек, да, которые выдвигаются, и там в каждой этой ячейке определенное количество файлов. На каждой ячеечке есть обозначение, да, там люди такие, это люди сякие, люди хорошие, люди плохие, там вот такая категория, вот такая, вот такая, вот с этими удобно общаться, с этими неудобно, этих нужно опасаться, с этими страшно, с этими весело. Почему? Потому что мы уже, когда мы в животе, мы уже реагируем как-то на окражающую среду, на то, как мама говорит, как с мамой разговаривает, допустим, сидит рядом бабушка, да, мама с бабушкой рассуждают, а какой-нибудь там, не знаю, родственница или соседки говорят, вон Любка-то какая, а блин, лентяйка нифига не делает, вон, смотри, там, это все, вот, все там напрашивается в гости, не, не, таких людей близко подпускать не надо, не, не надо, то от нее одни неприятности, окей, раз про Любку поговорили, второй раз про Любку поговорили, ребенок родился, у него есть ячеечка маленькая, Люба опасна для общения, если в жизни у него будут Любы, у него всегда будет такое предосудительное, предубедительное такое отношение ко всем, кого зовут Любой, да, почему, потому что там в ячеечке стоит уже пометка, что Люба, она опасна для общения, и их лучше к себе не подпускать, и всегда будут рождаться конфликтные ситуации, человек не помнит, не понимает, он не знает, почему, но он всегда будет ждать подвоха, и он будет делать так, чтобы именно от людей, от женщин, которых зовут Любами, были какие-то неприятности, это первое, допустим, второй пример, маленький-маленький ребенок в колясочке, мама идет по улице, что-то заблудилась, засмотрелась, надо срочно куда-то дойти, не знаю, до доктора, например, на прием, время уже опаздывают, людей вокруг нет, на перекрестке стоит какой-то дяденька солидный, такой одетый, крутой, да, или в тачке в крутой сидит, такой, говорит по телефону, мама подходит, задает какой-то вопрос, она спешит, ей надо понять, в какую сторону идти, а у человека там какая-то проблема, он в каких-то разборках, ему сейчас не до мамы, он просто от нее резко отталкивает, как бы ее отгоняет, говорит, да отвали ты, не до тебя, мама пугается, ребенок, который спал в коляске от резкого звука, вздрогнул, испугался, у него сразу ассоциация, так, мужчина в костюме, галстук, крутая тачка, опасность, бац, поместили в ящеечку, ребенок растет, а может быть, где-то еще пару подтверждений таких словил, да, он вырастает, и у него очень четкая есть категория людей, к таким людям подходить нельзя, опасно, он выучился, он начинает в бизнесе работать, ему нужны крутые там партнеры, клиенты, или поставщики, или что-то, а он не может найти, потому что к таким людям ему приходить опасно, его мозг не даст, не даст, почему, потому что на категории этих людей стоит запрет, и так мы создаем огромное количество ложных категорий, допустим, еще очень часто бывает такое, песочница, дети играют во дворе, да, особенно вот эти маленькие городки, такие вот дворики наши старые, да, где песочница, дети играют в этой песочнице, приходит такая баба Маня, алкоголичка, которая с утра до вечера там не просыхает, принесла деткам карамельки, раздает карамельки, и девочка сидит довольная, говорит, вот с такими людьми надо дружить, они всегда конфетки приносят, от них всегда радость, они улыбаются, они веселые, и потом вырастает девочка, вокруг нее, можно сказать, одни бомжи, то есть категория людей, которые бухают, которым все пофигу, да, они раздают карамельки, но более этого, они ничего в жизни не хотят, не могут и не будут, и люди прозябают, вот среди таких людей вокруг, да, когда мы растем где-то там тоже, в каких-то городках, или глубинках, или еще где-то, или к бабушке приезжали, когда на дачу, да, и там такие тоже соседки, которые склочницы, которые сплетницы, но они сюсюкаются с детюшками, точно так же, они там клубничку приносят, ягодки приносят, еще что-то, для того, чтобы тебя отправить в другую комнату, тебе надают кучу сладостей, только отвали, не мешай посплетничать, да, и мы считаем, что вот это самые лучшие люди, это самая лучшая категория, потом мы вырастаем, вокруг нас одни такие люди, мы не понимаем вообще, что за фигня, а где нормальные-то люди, что их вообще в мире нет, почему у нас притягиваются только такие, да потому что, потому что мы сами создали себе шаблоны внутри, что нам нужна только эта категория людей, потому что они классные, и мы выросли из детей, но наш мозг этого не понимает, он продолжает нас держать и засовывать в нас в те ситуации, где будет именно такая категория людей, и конечно же, вот по жизни, да, пока мы растем, мы создаем огромное количество, огромное количество вот всяких категорий, поэтому есть самый выверенный, самый простой, самый быстрый способ, как от этого избавиться, потому что пока у вас вот эти вот разграничения есть на подсознании, вы ничего не сможете сделать, ребят, невозможно поменять, пока вы не выгрузите эту память, ее нужно выгрузить всю в один котел, да, и потом разобрать по параметрам, я вам сегодня прямо в быстрой форме объясню, как это делается, что мы делаем, мы делаем список всех людей, помните, 72 часа, то есть вам до следующего урока нужно это сделать, садимся и тупо выписываем, обязательно выписываем, не просто просматриваем записные книжки и там, или думаем, нет, это так не работает, мозг должен зафиксировать, берете тетрадки, ручки, и выписываем, а в длинный единый список, 1, 2, 3, 4, 5 по номерам и выписываем всех людей, которые вам придут на память с раннего детства до сегодняшнего дня, просто мы не делаем это для бизнеса, мы не делаем это как списки, которые мы пишем для контактов по бизнесу, нет, это абсолютно не касается, вы из этого списка можете вообще потом никого не сконтактировать, это абсолютно не обязательно, вам нужно сломать ваш мозг, вам нужно сломать систему распределения по категориям, потому что в противном случае ваше подсознание автоматически это делает, и людей, которые вам реально нужны для жизни, она отсеивает от приори и не дает вам даже сконтактировать с этими людьми, она не дает с ними пересечься, она не дает с ними выйти на контакт, все что угодно, даже если кто-то за вас назначит встречу с таким человеком, вы не попадете на эту встречу или у человека что-то случится, или у вас, вам не дадут сконтактировать, или он на вас просто не среагирует, потому что от вас а приори будет идти вот этот вот страх и отказ, поэтому нам нужно выгрузить все, что вы туда насовали в эти ячеечки, в один единый список, да, если мы помним имена, пишем по именам, если не помним имена, да, или фамилии, то по обозначению, например, там мальчик из соседнего двора, с которым играли в песочнице, или, не знаю, там рыжий пацан, там с которым дрались портфелями, а продавщица в булочной, парикмахер, который там косу отстриг, еще чего-нибудь, то есть по обозначениям, окей, не важно люди живые или уже умершие, не важно есть с ними связь или нет, не важно знаете вы вообще живые они или мертвые, или вообще вы знаете о них сегодня что-то или нет, это абсолютно не важно, не в этом задача, задача достать из вашей памяти как можно больше номинований и выписать их в длинный столбик, затем мы просматриваем свои записные книжки, в телефонах, в смартфонах просматриваем, туда еще добавляем, да, те люди с которыми у нас контакт был какой-то там просто онлайн телефонный или просто в переписке, и мы понятия не имеем кто они такие, мы можем их как бы оставить, сейчас не трогать, это будет тогда сильно, ну много работы нагрузка, потому что они потом сами расформируются на базе того, что вы сделаете в конечной работе, окей, на эту операцию дается не более 72 часов, вот за 72 часа вы должны успеть выписать это все, вытащить из своих мозгов, из всех, вот всех ячеечек памяти, потому что после 72 часов все это закроется и фиг достанешь, окей, это очень важно, что дальше мы делаем, дальше, когда мы все это выписали, мы начинаем разделять людей по категориям, то есть мы начинаем оценивать людей, и я вам сейчас дам 10 категорий основных, по которым вы будете оценивать, да, и вы должны составить отдельный список тех людей, которые останутся в категории 5, 6, 7, 8, окей, а первые категории мы туда не вписываем, то есть так вам будет понятно, в какой категории людей вы находитесь, и с какой категорией вы общаетесь, окей, всех, кого вспомните, да, начиная с раннего детства и заканчивая сегодняшним днем, даже если это люди были, вот какие-то там, скажем, разовые встречи, да, из раннего детства, из подросткового возраста, вот всех, учителя, родители ваших друзей, от всех-всех, кто придет на память. Итак, категории, я вам сейчас буду объяснять по категориям, для того, чтобы у вас появилось понимание, да, какая категория, какие люди, к какой категории относятся, да, то есть родственники, все входят, все, абсолютно все, родственники, близкие, далекие, соседи, не соседи, случайные, знакомые, коллеги, не знаю, там однокурсники, все, абсолютно. Итак, поехали. Людей можно разделить на 10 категорий основных, да, конечно, там, если глубинно работать, то там гораздо больше, но уже этого достаточно для вот этой работы. Первая категория, это обнуленные, неполноценные, умственно больные, шизофреники, умирающие от болезней, то есть терминальные люди, да, терминальные болезни, и так далее, то есть люди, которые стопроцентно зависящие от других и не способны адекватно воспринимать реальность. Это люди, которые относятся к первой категории. Сейчас, внимание, я не делю людей на хороших и плохих, это вообще не об этом, но нужно просто понимать, что есть определенные категории, с которыми нам, как бы, ну, уместно будет общаться в жизни вообще, не только по бизнесу, но и вообще в жизни, да, которыми мы хотели бы себя окружить, а есть категории, которые как бы, ну да, они есть присутствуют, но в нашем контексте как бы совершенно не обязательно себя вот прям сильно ими окружать. Если они уже присутствуют в вашей жизни одиночно, то в этом ничего нет ни хорошего, ни плохого, ни там правильного или неправильного, но к этому нужно будет правильно относиться. Просто-напросто, когда понимаешь вот эти все параметры, тогда ты больше не цепляешь ложные ожидания за людьми, которые априори не могут тебе дать того, чего ты от них ожидаешь. Окей? Поэтому вот это первая категория. Ко второй категории людей относятся люди, инвалиды, старички, социально зависимые люди, наркоманы, алкоголики, то есть социальная прослойка, которая тоже в принципе, ну, скажем, на 90% зависит от других людей. Окей? То есть они как бы сами особо не решают, не принимают решения, и они живут в полной зависимости. Дальше. Категория номер три. Это люди уверенные, что то малое, что они имеют, это все, что можно им иметь в жизни. Это малограмотные люди, бедные, но при этом могут быть очень довольные своей жизнью, счастливые, верящие, что мир именно такой, и их все в этом мире устраивает. Вот я таких людей видела в Амазонке, которые живут очень маленьким, им ничего больше не надо. Им бесполезно рассказывать о блокчейнах, о какой-то прекрасной жизни, о путешествиях в Дюбай или на Малдивы. Они вообще не понимают, о чем вы говорите, зачем им это все. У них все нормально. У них вот построенный этот картонный домик без окон. У них есть то малое, что им нужно для счастья, и они очень счастливы. Они искренне счастливы в этом маленьком мире. Понимаете? То есть это вот та категория людей, которые имеют очень малое, но их все устраивает. И самый их большой страх это вывалиться из этого маленького, привычного мира и потерять то малое, что есть. Поэтому таких людей, если они есть в окружающих, вот в вашем пространстве, их нужно уважать, их нужно любить, но их нельзя стрессовать. Им не надо показывать или доказывать, что жизнь может быть лучше, что она может быть какая-то другая. Вот ни в коем случае их. Просто вот они должны быть там, где они есть, и все. Это души, которые проходят начальный опыт, скажем, соприкасания с матерей. Четвертая категория людей – это люди, уже понимающие разницу уровней жизни, но уверенные, что это не для них. Они работают от зарплаты до зарплаты. Это люди, которые, как правило, на очень маленьких зарплатах. Они тоже социально зависимые. Но они уже могут быть недовольны. Они уже подсматривают, а что там у соседа. Но они никогда ничего не будут менять. Потому что для них это суперстресс. Это люди, которые уверены, что мир несправедлив по отношению к ним. И вообще они будут всех осуждать, всех оговаривать, даже возмущаться. Но они уверены, что от них ничего не зависит. Поэтому они не стронутся с места вообще. Они тебе вперед. Как только ты о чем-то будешь говорить, они тебе выльют сначала 33 аргумента. Почему нет? И почему это не для них? И почему это все равно лажа? Это подвох? Это пирамида? Это то и все, и пятое, и десятое. Но делать они ничего не будут. Почему? Потому что это не их жизненные задачи. Они пришли совсем для других задач. Они только учатся воспринимать мир в разных его качествах. Но у них еще нет внутреннего потенциала на то, чтобы потратить его на какие-то дополнительные действия. Поэтому они просто сотрясают воздух словами. И все. И опять же, если таким людям вы будете объяснять про бизнес или пытаться им доказать, что все плохо и будет хорошо, они согласятся, что будет, что да, что все плохо. Но как только они понимают, что нужно делать что-то, чтобы было хорошо, они опять же найдут 230 аргументов, почему не надо этого делать и делать ничего не будут. Дальше. Пятая категория людей. Это люди, которые начинают просыпаться и делать первые шажочки. Опять же, помним, что у нас у каждой категории есть еще подкатегории. То есть ты переходишь на пятую категорию, потом ты растешь и постепенно по ступенькам поднимаешься и доходишь уже до шестой, когда там вырастают люди. То есть рост идет вот так, эволюция. То есть пятая категория – люди, которые начинают просыпаться и делать первые шаги, начинают понимать, что деньги можно зарабатывать по-разному, мечтают иметь чуть больше денег, но сильно подвержены соблазнам халявы и страхам потери. Кредиты, долги, постоянные потери в проектах, в бизнесах, в хайпах. Эта категория не умеет работать, но учится делать первые шаги в новом мире и нарабатывает опыт, устойчивость через потери. То есть это заранее запрограммированные на потери люди. Они еще не теряют много, потому что у них много нет, но они по чуть-чуть там оставили, там оставили, здесь профукали, там профукали, здесь наделали долгов. То есть они постоянно варятся вот в этой энергии потери, энергии недостачи, энергии ограничений. А когда пятерка дорастает до шестерки, через какой-то определенный опыт, то она уже становится более устойчива. Поэтому если мы говорим в критериях бизнеса, именно в критериях бизнеса, то уже, допустим, серединная пятерочка, которая уже подтянулась почти до шестерки, с ней можно уже поработать, обучить ее, показать, как это делается, и она потихонечку может дорасти. Но с ними очень много работы, и это, как правило, люди, которые не будут никогда делать усилий для того, чтобы достать где-то денег, да, и куда-то вложиться в себя или в бизнес по-крупному. Нет. Вот если нужно купить новый телевизор, они пойдут займут. Да? Или там, не знаю, дочке, сыну, зятю, свату на новую квартиру. Они тоже, потому что они понимают ценность. Вот она сразу, да. А вложиться в бизнес – нет. Вложиться в обучение – тоже очень сложно, потому что они тоже пока не понимают еще, а как это пощупать, а как это взвесить, как это оценить. Именно поэтому они идут опытом через потери. Но когда они проходят этот опыт и выходят уже к шестерке, то шестерки – это люди самые трудоспособные. Это люди, которые уже поняли, что деньги бывают разные, усилия для зарабатывания денег тоже бывают разные, что для их увеличения нужно менять род деятельности и учиться обязательно. Это люди, которые уже тянутся, они учатся, они находят, где чего еще, им мало, им надо еще. Очень работящие люди и уже желающие реального улучшения жизни. Они уже точно знают, что если буду строить дом, то дом уже вот не просто домик развалюху, а я вот такой дом хочу. Если квартира или там ремонт, то вот такой вот должен быть. Мебель я хочу вот такой. То есть они конкретно уже понимают, что им нужно. Окей? С конкретными планами, да, и потребностями, обучаемые и с хорошей долей амбиции. То есть это вот такие, знаешь, муравьи, которые, если у вас в команде будут такие люди, это та масса, которая вас будет тащить и вытолпать наверх. Это самые работоспособные люди. Это шестерки. Дальше у нас идут семерочки. Семерочки – это люди-менеджеры и лидеры. Они уже знают толк в больших доходах, они знают, что такое инвестиции и дифферсификация, могут организовать и грамотно вести команды, любят богатство, не просто уже деньги, а богатство и стремятся к развитию. Знают ценность грамотного наставника. Это люди, которые уже целенаправленно идут и ищут наставников, да, они понимают, что одним можно, но с наставником круче, быстрее и проще. И они выбирают себе хороших наставников. Они постоянно учатся и повышают свой уровень. Они очень много вкладывают именно в себя, в обучение себя. Быстрее поднимаются при падении и потерях. Они понимают, что это ценный опыт, они по-другому уже относятся к потерям, умеют анализировать любую ситуацию, извлекать выгоду из ситуации. То есть, случилось что-то, есть какая-то потеря, где-то обвалилось что-то. Они не паникуют. И даже если в первый момент немного паники есть, они быстро себя собирают в охапку и смотрят по сторонам. И очень часто из ситуации, которая создается, они еще и выгоду извлекают. То есть, это управленцы, это люди, которые на самом деле лидеры и уже за собой ведут массу. Окей? То есть, это вот шестерка и семерка для бизнеса, это самые отличные люди. Самые отличные, самые подходящие. Следующая категория, это руководители крупных предприятий, крупные предприниматели, директора банков, министры, крупные госработники, люди, которые точно знают, сколько денег им нужно на жизнь и где их взять. Они не боятся брать крупные суды в банках, миллионные, да? Они имеют крупные доходы сами по себе и накопления как в деньгах, так и в недвижимости, в акциях и в других ресурсах. Эти люди управляют группами других людей и могут быть инвесторами очень хорошими или рекомендателями, потому что один звонок такого человека может поменять всю вашу жизнь, потому что это люди, которые не просят, а которые приказывают, которые говорят, Вася, тут хорошая идея, сейчас пришлю человека, разберись. И Вася будет разбираться. Вокруг таких людей, как правило, очень много семерок, да? И на них работают очень много шестерок по категориям, да? Поэтому, если у вас в окружении есть такие люди и вы думаете, а, нафига им бизнес, да у них и так денег много, ребята, это очень большое заблуждение и глупость, потому что именно эти люди понимают толк в больших деньгах, у них чуйка, они понимают, как считать деньги и куда инвестировать, поэтому для них бесполезно предлагать бизнес, это однозначно, но к ним можно прийти с двумя, скажем, предложениями. Первое, это крупные инвестиции, крупные, им не надо рассказывать про один хаб, они не будут этого слушать, они этого не воспримут, им нужно рассказывать о том, что можно взять 50, 100, 256 хабов и сделать им, показывать цифры, которые будут на выходе, окей, не заботясь, есть у них деньги на покупку этого или нет, стопроцентно есть, окей, это первое. Второе, у них можно попросить рекомендации, если отношения хорошие, то можно просто сказать, смотри, мне нужны толковые люди в команду для продвижения этой идеи, доход очень высокий, рекомендуй мне, пожалуйста, 2-3 человека, окей, поэтому один такой звонок такого человека может полностью поменять жизнь вашу, потому что он вам подгонит одного-двух вот таких крутых, да, и они будут работать как пчелки, они очень быстро вам откроют рынок, то есть имейте в виду. Следующие две категории, это девятка, это олигархи, владельцы крупных корпораций и крупных банков, объединений банковских, да, именно владельцы, не директора, а владельцы, крупные политики, люди, которые живут совершенно в другом мире и по другим правилам, и нам, в принципе, как бы, если у нас даже есть такие люди, сильно заморачиваться сейчас есть они или нет в нашем окружении, совершенно не обязательно, если есть, то то же самое, могут быть рекомендателями, если это ваши родственники и в хороших отношениях, если нет, то оставляем их там, где они есть. Десятки, это те, кто правят миром, президенты стран, владельцы денег и масоны, ну, эти нас вообще не интересуют, окей, то есть, ваша задача сделать списки, затем разобрать этот список по категориям и выписать отдельным списком только пятерки, но те, которые, скажем, вот уже к шестеркам ближе, да, которые уже тянутся, затем шестерки, семерки и восьмерки, окей, то есть, выписываем категория пятерки, категория шестерки, категория семерки, категория восьмерки, окей, выписали, да, отдельными списками и затем нужно проделать еще дополнительную работу, этого недостаточно, то есть, нам нужно нашему мозгу показать идеальный шаблон людей, которые нас должны окружать, с которыми мы хотим жить и идти дальше по жизни, окей, вот когда вы это покажете, да, какая категория людей вам нужна, какая категория людей для вас важна и в приоритете, мозг начнет их подтягивать, будут возвращаться из прошлого старые люди, вы вдруг вспомните, у вас есть, оказывается, такие в окружении и к вам будут подтягиваться именно такие последствия, вам нужно вот эти людей, которые вы выписали по категориям, разобрать по качествам, то есть, у нас здесь есть 12 качеств, открытые к новой информации, потому что для того, чтобы мы общались и нам было комфортно, это должны быть люди, открытые к новой информации, потому что если это консерванты, то есть, это люди, которые не принимают никакой новой информации, нафига они нужны, пусть сидят там, где сидят, даже если они уже там семерки или восьмерки, дальше, потому что на каждой категории есть разные люди по качествам, дальше, второе, стрессоустойчивые, третье, дружелюбные, четвертое, ответственные, пятое, честные, да, откровенные люди, открытые, шестое, трудолюбивые, а не те, которые погоняют только остальных, седьмое, готовые учиться и обучаемые, потому что много есть людей, которые гоняют по разным тренингам, но нифига при этом не делают и не понимают, и через неделю они уже не помнят то, чего они изучали, и самое главное, они не могут этого применить, это необучаемые люди, это готовые учиться, но они необучаемые, они ничего не впитывают, доброжелательные, позитивные, амбициозные, целеустремленные и успешные, успешные, это не значит, что это уже люди, которые достигли каких-то там лидерских позиций, или уже какие-то там суперкрутые, нет, успешный человек на самом деле, это тот человек, который всегда доходит до результата, окей, вот не знаю, как делаются пельмени, хочу научиться делать пельмени, поставила себе цель, научилась, это успешный человек, он выполняет свою цель, и на маленьких каждодневных целях, то есть человек всегда доходит до цели, это успешный человек, окей, неважно в работе, дома, по хозяйству, с детьми, с людьми, вообще в жизни, в работе, в бизнесе, то есть нам нужны успешные люди, у которых в привычке доходить до результата, окей, вот такие люди, они самые ценные, поэтому берем, берем вот эту всю массу людей, которые мы выписали по категориям, да, остальных мы отсеяли, осталось те, которые по категориям, которые нам нужны и обозначаем возле них качества, если там у вас люди, которых вы как бы по категории их определили, а по качествам не очень хорошо знаете, это мало знакомые люди, или вы давно не виделись с ними, не знаете, какие они сейчас, то вспоминайте по тому моменту, когда вы их помните, предположительно, как вы их воспринимали и прописывайте, окей, поэтому ставьте напротив человека номера по качествам, допустим, какой, какие у него качества, там, стрессоустойчивые, окей, дружелюбные 3, там, девятка позитивный, там, 12 успешные, вот поставили цифры, и потом, когда вы все это проделали, смотрите, те люди, у которых остались 4 и более качества, то есть вы поставили 4 и более качества, их опять в отдельный список, нумеруем и отделяем в отдельный список, те, у кого меньше 4, да, их тоже отсеиваем, они нам тоже не нужны, а, и вот то, что у вас осталось, то, что у вас осталось, вы просто это все перечитываете, да, и вашему мозгу даете задачу, что в вашей жизни должны быть люди вот таких категорий, вот таких вот качеств, это самые идеальные люди для вашей жизни, для вашего окружения, и с этого момента вашему мозгу понятно, кто должен находиться вокруг вас, то есть вы практически вывалили всю кашу в одну миску и разобрали по зернышкам, и сказали, вот эти люди мне, вот такие люди мне подойдут для общения, вот такие люди мне подойдут для бизнеса, вот такая категория людей идеально подходит мне, не знаю, там, для дружбы, там, или, извините, для секса, окей, и тогда, когда вы создали себе шаблон именно людей для общения и для бизнеса, вашему мозгу понятно, и тогда вы уже смотрите вокруг, и вы понимаете, там вы находитесь или нет, если вы находитесь среди совершенно не той категории людей, вам можно сделать две вещи, или поменять место жительства и уехать туда, где будет совсем другая ситуация, и вы начнете создавать себе вокруг другую категорию людей, или резко менять, скажем, свое окружение там, где вы сейчас, начиная искать новые связи, то есть новые знакомства, новые общения, отсеивать полностью те, которые у вас есть, к сожалению, у нас очень часто среди родственников много тех категорий, которые мы тянем на себе, спасаем, лечим, себя калечим при этом, да, вот с ними надо отношения немножечко сделать более такие ненатянутые, ни в коем случае их не за что осуждать, это мы от них ожидали того, чего они не могут нам дать, они еще не выросли, это не входит в их обязательства, это нам нужно понять, что нам нужно немножко отдалиться, да, и не требовать от них того, чего мы от них требовали, их можно опять же уважать, любить, но не тратить на них столько времени, сколько мы тратили, и особенно не тратить нашу энергию на них, на их убеждения, или там, чтобы им что-то доказать, или что-то им показать, им нафиг это все не надо, окей, создавать вокруг себя совершенно другое окружение, вот тогда, тогда у вас пойдут совсем другие результаты по жизни и по бизнесу особенно, потому что по-другому быть не может, окей, теперь, я уже объяснила вам, что нужно обозначить людей в списке по качествам, выписать отдельный список, все, это я уже все объяснила, и создать себе два шаблона для жизни и для бизнеса, окей, с родными, очень даже приемлемо, ребят, Оля, совершенно не согласна с вами, я в такой же ситуации проходила, я точно так же училась, и с родными нужно просто научиться ставить границы, вы ждете от родных чего-то такого, чего они по сути своей не могут вам дать, и они точно так же от вас, потому что вы никогда не проясняли ваши отношения, но если вы возьмете ваших родных, посадите их по-доброму за стол, и скажете, смотрите, я бы хотела кое-что прояснить для жизни, для меня очень важное, потому как для меня это очень важно, я прошу вас отнестись к этому серьезно и внимательно, и проясните, что для вас важно в жизни, что для вас важно вот это, вот это, вот это, чтобы вас, допустим, не оценивали, не оценивали, не осуждали, а что у вас есть право выбора и свобода действия, и вы хотите поэкспериментировать в своей жизни, и даже если придется пройти через ошибки, пройти через эти ошибки без вмешательства, то есть вы должны научиться обозначить свои границы, если вы сделаете это, то вашим родным понятно будет, а если вы просто начинаете на них обижаться и наезжать, когда они проявляются теми, кем они являются в реальности, то это бесполезно, это просто конфликт и взаимное недовольство, и все. Когда нужно, когда нужно, нужно может быть резко, да, сначала обидеться, сначала может быть конфликт, а потом успокоиться, если вы будете идти в правильном направлении, у вас все получается, и ваша жизнь налаживается, то задайте себе вопрос, для вас что важнее, чтобы ваша жизнь улучшилась и при этом ваши родственники как бы или их мнение о вас, да, и вот это вот неконфликтное подчинение в их среде, ну для меня, допустим, важнее именно, чтобы моя жизнь протекала в том русле, в котором я хочу, а что будут думать при этом мои родственники обо мне, ну мне вообще это не колышет, абсолютно, я объяснила мою ситуацию, и мою, как бы вот мое положение и то, как я это воспринимаю, допустим, какие-то вещи, я в своей семье, допустим, сказала, при мне не негативить, мне не надо жаловаться, мне не надо рассказывать всякие страшилки о болезни или еще чего-то, потому что я в этом не участвую, мне это неинтересно, если мы общаемся, мы общаемся только о хорошем, мы общаемся о каких-то делах, о задачах, да, если есть какая-то задача, которую вы хотите, чтобы я поучаствовала, вы мне ее просто озвучиваете, что если такая задача, я вам скажу, могу ли я и хочу ли я в данный момент в ней поучаствовать, если да, да, то я скажу, как я могу и как я хочу, если нет, я скажу, нет, мне сейчас, мне неуместно, все, и никаких конфликтов и никаких обид, если из них кто-то обижается, но это их проблема, это не моя проблема, я в это не включаюсь и моей энергии туда не отдаю, и тогда становится все на свои места, конечно, это нелегко и непросто, если вы годы и годы жили по другим схемам, но оно работает, самое главное принять правильное решение по отношению к себе самим, окей, а потому как мы сейчас говорим именно о бизнесе, то это важно именно по отношению к бизнесу принять правильное решение и понять, что вам нужно, подыгрывать убогим схемам ваших родственников или все-таки поднять себя на определенный уровень, потому что поймите вы, как только вы выйдете на другой уровень жизни, как только у вас в жизни все будет получаться, все эти обидки уйдут в никуда, абсолютно, на вас будут смотреть совсем другими глазами, это надо понимать, это всегда у всех так, и самое главное, нужно понимать, что вот во всей этой схеме, да, когда вы разберетесь вот с вашим подсознанием, с вашей памятью, нужно понимать очень важное, что перестаньте тянуть тех, кто не готов, перестаньте спасать, перестаньте перекладывать ответственность на других, перестаньте нагружать себя не своей ответственностью, перестаньте решать за других, перестаньте додумывать и строить ложные ожидания от людей, ждать от них чего-то, чего они не могут, априори, начните воспринимать людей такими, какие они есть, начните делать бизнес берите стопроцентную ответственность на себя за то что вы выбрали тогда все будет получаться людмила евгеньевна это не теория это практика все что я даю я даю только то что я прошла на практике и мои ученики многократно прошли на практике и подтвердили я не теорик я голый практик я в теорию не верю потому что теория это такое как бы облачная эфемерная она никогда не не сходится почти с той реальностью которую мы проживаем поэтому у меня очень конфликтные отношения были с моими родственниками сейчас они ровные да и улучшаются постоянно улучшаются именно потому что я правильно себя поставила по отношению к ним и от них не требую больше того чего они не могут дать но я не позволяю нарушать мои границы и я не позволяю как бы проявляться в моем поле тем чем мне неприятно поэтому как бы все очень так по родственному все нормально но в пределах скажем допустимого вот и все и это может сделать каждый человек потому что на моем как бы на моем опыте очень много моих учеников которые совершенно поменяли отношения с родными и близкими отношения были просто вот ну просто не знаю там на грани не знаю там другу убить друг друга а сейчас это люди которые общаются которые встречаются которые поздравляют друг друга с праздником делают подарки у них прекрасные мирные нормальные отношения но без наступания на глотку друг другу окей поэтому делаем задачу на следующем уроке я уже исходя из того что вы разберете я вам дам основы общение то есть для каждой категории людей и для каждой скажем отдельной вот этой подкатегории с качествами людей и уровнями людей нужны разные подходы и когда мне пишут или там звонят и спрашивают дай мне какой-нибудь шаблончик как мне там моим партнером отправить сообщение ребят но это утопия такого не бывает мы все разные если вы не понимаете различия людей то ни один шаблончик не сработает потому что на каждого есть свое и вот когда вы сделаете свои списки когда вы обозначите по категориям и по качествам ваших идеальных людей мы из них будем делать вашу идеальную ца и под эту идеальную ца мы будем прорабатывать шаблоны обращений вот тогда это будет работать вот тогда это будет работать и в противном случае какая-то одна единственная волшебная таблетка на всех она не существует это обман если кто-то вам ее обещает не верьте этого не бывает опять же я практики на практике попробовала вот очень много всего поэтому то что работает я даю то что не работает а только предположительно я на этом даже не останавливаюсь те люди которые прошли мою школу выгрузки памяти они знают что дает какой результат идет поэтому если кто-то есть сегодня здесь кто проходил эту школу можете написать свой как бы ну такой типа фидбэк как у вас это происходило да и что происходило поэтому стопроцентно работает ребята как только убираете вот эти разделения по блокам памяти которые у вас там есть все вы уже даже когда списки сделайте первичные вы уже поймете что у вас голова как будто бы пустая прям вот пустая там чего нет это очень хорошее упражнение я сама его делаю раз в год потому что просто опустошаешь и как бы и потом начинаешь снова листа мы же растем постоянно и нам нужно уже может быть что-то еще добавочное по категориям обозначаешь и мозг опять обновляется ли токей хозяин хорошо все давай работаем здесь поэтому запись будет выставлена в чатах обязательно вы сможете открыть посмотреть по слайдам то что вам нужно будет в помощь по оценкам по категориям и по качествам и сделайте пожалуйста работу на следующем уроке мы продолжим от этого будем отталкиваться идти дальше а и уже рассуждать а как разговаривать с людьми вот такой категории а как можно разговаривать с людьми вот такой категории если человек вот этой категории а у него качество вот такие вот такие то как ему можно подать информацию да а вот этому человеку вот с такими качествами как старайтесь когда вы будете прописывать качество поставить их в том порядке скажем под приоритетом вот это главное качество потом вот это уже поменьше вот это поменьше это поменьше тогда будет понятней и тогда вам будет гораздо легче вот так оценить человека вы будете гораздо проще смотреть вокруг и уже понимать что ага это пятерка даже предлагать ничего не буду бесполезно это потеря времени даже если я ее как-то уломаю и уговорю то мозги она мне вынесет на всю десятку поэтому лучше не надо пусть остается там где есть мы будем просто дружить и пить чай вместе да а вот это шестерка окей посмотрим какие какими качествами человек обладает если вы задали три-четыре вопроса человеку целенаправленных чтобы определить его качество вы сразу поймете подходит он вам или нет подходит классно супер начинаем с ним работать и тогда вам будет проще понять а чем можно зацепить эту шестерку вот тогда это работает это процесс это не волшебная палочка там и у меня появился партнер опять же если вы будете тренироваться и применять это постоянно то тогда вы наработаете себе как бы качество вот отличать людей и быстро с ними находить общий язык а если будете просто носить в себе знания но не применять а бояться общаться с людьми ничего не изменится вы останетесь там где вы сегодня и благополучно будете наблюдать как растут другие люди я вас очень благодарю за уделенное время достаточно такой длинный получился урок но я очень надеюсь что пойдут пойдет это все на пользу да нет слайды я в чат не буду выставлять стопроцентно у вас есть будет записи по записи будете все это делать остановили запись сделали себе поехали дальше а если есть сегодня сейчас вот вопросы по теме я отвечу окей конечно существенно сэкономит время потому что ребята вообще секрет успеха это подготовка к действиям вот подготовка дает уже 80 процентов результата то есть успеха и только 20 процентов нам нужно усилий добавить и у вас есть результат кармане если вы не подготовлены заранее то усилия даже стопроцентные могут не дать результата окей так вопрос выше я не могу крутить выше давайте повторите вопрос так сначала писать список подождите секунду подряд потом переписывать по группам да сначала мы пишем всех подряд мы просто выгружаем память то есть это не люди для бизнеса это просто люди которые в вашей памяти где-то там в каких-то ячейках находятся мы просто их достаем и выписываем выписываем тупо выписываем не задавая вопросы окей как только ваш мозг говорит этот не подойдет для бизнеса убирайте мозг на полочку и горите я не для бизнеса это не для бизнеса просто пишем окей и выписываем 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 выписали посмотрели как сколько у нас там людей на следующий день можно еще дописать потому что начнут появляться еще из памяти дописали потом начинаем разделять по категориям и выписываем в отдельный список категория пятерки категория шестерки категория семерки категория восьмерки а потом уже им начинаем назначать качество и потом создаем уже отдельные шаблоны для жизни и для бизнеса то есть это шаблоны не обязательно чтобы вы контактировали этих людей для бизнеса это шаблоны для вашего мозга для подсознания который он должен усвоить как самые идеальные люди для вашей жизни для вашего бизнеса то есть какой категории и какими качествами они должны обладать и все и мозг начинает с этого момента понимать для бизнеса нужны вот такие а для жизни нужны вот такие все ему просто окей сейчас секунду промотаю так где все пункты задания посмотреть но у меня был предыдущие слайды там есть я думаю что сейчас вы можете записать и в на видео вы это послушайте я же повторяю несколько раз я не думал что это будет сложно да эта информация помогает измениться очень сильно так дальше да наташа вот проходила она говорит работает на сто процентов так дальше сегодня выставлю запись идем дальше где в инстаграме можно найти что в инстаграме вы этого не найдете ребята я это вела закрытые тренинги и в инстаграме как бы я закрывала по закрытой ссылке я первыми даю открытые только в сапфире даю это в открытом доступе а так я делала школы и брала за это большие деньги потому что да это были более развернутые занятия марафоны или прямо курсы обучения но это те знания которые годами наработаны фотографии использовать фотографии не надо никакие использовать я не говорил о фотографиях абсолютно только вот имена или или обозначения как вы помните человека фотографии не надо окей дальше 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 сейчас посмотрим вопросы еще есть или нет трудно освоить абсолютно ничего трудного нет если захотите освоить если нет значит нет так дальше сейчас еще просмотрю буквально две секунды как работать с холодным рынком ребят но об этом сегодня не было еще тема это будет дальше сегодня еще рано об этом говорить у меня уже в груди огонь горит это нормально да нормально абсолютно нормально потому что скорее всего у вас пошло сразу сигнал на подсознание там идет уже определенная работа поэтому тело реагирует наше тело всегда реагирует как быть с онлайн знакомыми я говорила вы видимо поздно зашли онлайн знакомых мы пока если мы с ними часто общаемся и мы уже можем определить то есть как вы какие у них качество и какая категория мы можем их давать в этот список если это просто знакомство привет привет я маша я саша да и на этом все стоп то мы их не станет как бы не не даем в этот список потому что они просто потом при общении вы научитесь определять кто они но сегодня их список ставить не надо фотографии вы можете конечно фотографии использовать но они не не нужны абсолютно вы просто можете себе напомнить что это за человек но фотография не нужно нам нужен образ который у нас остался вот там в памяти так онлайн ответила по вопросам как задать и определить категорию попозже ребята вы сначала с первым заданием разберитесь а вы хотите уже сразу все туда вперед так не работает если люди не на прямом контакте вы о них ничего не знаете не вносим списки вот тут из соцсетей не надо мы создаем шаблон для своего мозга правильно елена банцикина до чтоб он понял кем нас окружать каких людей к нам подтягивать они будут сами приходить и что ушедших в мир иной тоже нет всех вспоминаем всех выписываем всех вы они же у вас там памяти где-то остались и вы же их как-то там классифицировали вы же как-то там обозначили поэтому чтобы поменять это все всех выписываем и тех кто умер тоже если сам себя не веришь и страшно люди считают как с этим быть это не по теме вопрос а именно вот в это выгрузка память она вам освободит те файлы которые вам говорят что людей надо бояться да и что люди на вас все будут реагировать неправильно выгружайте у вас уже поменяется как меня найти в инстаграм я в инстаграм мой аккаунт сейчас я вам напишу так секунду вот это мой аккаунт инстаграме так про онлайн уже сказала но видите уже кто-то отказывается честно для мне кажется это лично для меня тяжелая работа ну если просто сесть и пописать для того чтобы у вас мозги освободились и было легче работать это тяжело то зачем идти в бизнес вот вам открытая пятерка телефонный список тоже можно использовать если это люди которых вы знаете вы о нем вы о них что-то знаете окей ну все я в принципе на это все ответила до всех кого вспомните все замечательно спасибо еще раз большое на этом прощаемся останавливаю запись и всем до субботы субботу продолжим